История о деревенском летчике Мимино, что по-грузински «Сокол» вот уже 30 лет не оставляет равнодушным никого. Зрители любят эту грустную комедию Георгия Данелия за простоту и душевность, за песенку про птичку-невеличку и россыпь крылатых фраз. Я так думаю. Сегодня трудно поверить, что Мимино снимали практически без сценария, а на премьере смеялись вовсе не в тех местах, где было задумано. Правда, и мифы о культовом фильме у Екатерины Яковлевой. Большой грузинской семье Чилидзе очень любят Вахтанга Кикабидзе, а также Фрунзика Макартычана, Евгения Леонова, Елену Проклову и всех актеров, что играли в Мимино. Я когда-то в молодости, я тоже мечтала быть бурт-проводной лицей. Наизусть знают не только слова песни про птичку-невеличку, весь фильм и не только эта семья, весь бывший союз. Историю о деревенском летчике Валико, который решил поменять свой ржавый вертолет на сверхзвуковой самолет, рассказывают уже 30 лет. Когда начали снимать, не было даже сценария. Был вертолет, замок на вертолет и Буба Кикабидзе. Я думал, мы дурака валяем, задумчиво затягиваясь, сообщает Кикабидзе. Я представить не мог, что люди назовут фильм классикой, а после премьеры будут приходить письма с адресом в Тбилиси, Мимино, с просьбами выслать денег, а то на машину не хватает. Ты же не откажешь, ты настоящий мужчина Валико. Это дефицит настоящих мужиков. Дефицит большой. Я вообще не считаю, что это комедия. Это философская картина. Зритель мог и не увидеть эту философскую картину о том, как Валико не бережет нервы коровы, как пытается перетанцевать темпераментного шофера Рубика, как общается с Тель-Авимом вместо Телави. Вот этот эпизод перед московским кинофестивалем вежливо попросили вырезать, объяснив не то сейчас международное положение, чтобы с Израилем песни петь. Тогда вырезайте весь фильм, негодовал Данелия. Этого эпизода на фестивале не было. Я когда пошел, до этого места дошло, его нету. Я думал, что нету, нету. Мне плохо стало, и я убежал. Мимино взял главный приз. Эпизод с Тель-Авивом вклеили обратно, уже после фестиваля договорились. На том премьерном показе Данелия успел заметить, что люди смеются, причем там, где он совсем не планировал. Ну, Ларису Ивановну хочу. Мы никак не ожидали такой реакции, потому что дословно, если перевести с грузинского, там так и звучит. Такого-то хочу. Но самое ужасное, что после фильма должен был быть банкет наверху, в ресторане Дома кино, где метод отеля была Лариса Ивановна. А она кино не видела, ничего понять не может. Все бегают и кричат, что они ее хотят. А ты что, на меня сердиться? Эпизод! А я тебе три раза больше сердиться! Ну что, что? 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 Белее своего фильма режиссер отмечать не намерен. Объяснил тем, что снял 17 фильмов, и если каждое отмечать, здоровья не хватит. Хотя мест, где можно было бы выпить за долгую жизнь Мимино, предостаточно. Как пишет Георгий Данелия в своей книге, на территории СНГ есть около 100 ресторанов с названием Мимино и Читагрита. Напротив дома кино появилось заведение «Я так думаю», существует рок-группа «Я так хохотался». А в Гомеле говорят, есть кафе с длинным названием «Вы почему кефир не кушаете?» Не любят? Вы почему кефир не кушаете? Самые смешные фразы – это импровизация Фрунзика Микротычана. А песня фильма появилась после того, как к композитору Кончелли пришел Данелия с записью чего-то очень мелодичного и попросил придумать такое же. То была бетловская «Естудей», через два дня возникла Читагрита. Один из деревенских мальчиков, что снимался в массовке, стал в итоге пилотом вертолета. Решение принял 30 лет назад. Екатерина Яковлева, Ия Берсенадзе, Василий Мату и Геннадий Константинов. Вести.